Повышение цен – вынужденная мера. Об этом областные перевозчики говорили не раз. При нынешнем тарифе работать приходилось в убыток. Выручка с поездок не покрывала в полном объеме расходы, связанные с текущей деятельностью, а также затраты на ремонт и содержание городского пассажирского транспорта. Плюс за последний год цена на топливо выросла на 5-6%. Также увеличилась стоимость подвижного состава. Они это аргументируют тем, что необходимо обновлять автобусный парк. И так как в нашем регионе один из самых низких тарифов, он не позволяет считать его в своевременное обновление. И из-за этого они обратились к агентству по регулированию тарифов, и тариф был изменен. А именно с 28 рублей до 30 – это если оплатить проезд наличными. Транзакция по банковской карте на рубль дешевле. Однако такой формат доступен только на тех подвижных составах, где есть терминал. Рост цен коснулся только регулируемых маршрутов. Их в регионе 24. Однако предполагается, что и остальные перевозчики не смогут долго удерживать нынешнюю цену. Что касается тех маршрутов, которые осуществляют перевозки по нерегулируемому тарифу, то они тоже вправе повысить стоимость проезда самостоятельно, но предварительно уведомив нас о повышении. Сейчас идет переходный период. Это значит, что одни перевозчики уже успели повысить цену на проезд, другие находятся на подготовительном этапе. По предварительным прогнозам, до конца года тариф 30 рублей укоренится в общественном транспорте. Стоимость пригородной и междугородной поездки составит 2 рубля 9 копеек за километр. Александра Никитина, Управда ТВ.